День добрый, дорогие друзья! Сегодня я приступаю к шинковке капусты. Я ее буду квасить. Капуста у меня в этом году родилось много и поэтому надо приступать. В общем, какой у меня рецепт. На килограмм капусты добавляю немного моркови и столовая ложка соли. На каждый килограмм столовая ложка соли. И буду закладывать в кастрюлю. Все, я приступаю к работе. Так, вот я нашинковала капусту. Вот я отмерила. Здесь у меня килограмм. Я сейчас уложу в емкость, чтобы положить мне определенное количество соли. То есть, я еще повторяю, на килограмм я буду ложить столовую ложку соли. Здесь у меня было всего у меня 1,6 кг. Потому что я добавлю потом сюда еще 400 грамм, чтобы мне уже знать точный размер. Вот так я буду и поступать с каждым вилком капусты. То есть, я опускаю теперь в кастрюлю и добавляю сюда столовую ложку соли. Вот, дорогие друзья, я закончил шинковать капусту. Я уложила ее в кастрюлю всю. Закрыла марлей. И сейчас я поставлю груз, наливаю в кастрюлю 8 литров воды и сверху поставлю. И она у меня будет стоять до завтрашнего дня. Затем я достану, проткну и опять поставлю. В дальнейшем я покажу. Доброе утро, дорогие друзья. Вот что у меня получилось. Значит, капуста дала сок. И я сейчас убираю марлю, ее промою, эту марлю. И затем опять ставлю груз. Дома очень-очень жарко. Я думаю, что завтра у меня уже капуста будет готова. И я буду ее перекладывать в баночки и убирать в погреб. Ну, вот вам скажу сразу, что кто живет в своем, не в своем доме, а кто живет в квартире, мы когда-то жили в квартире. И моя мама, она готовила капусту именно вот в таком же кастрюле, очень огромная, большая. И потом эту кастрюлю выносили мы на балкон. Капуста замерзала. Ну, и зимой мы ее отковыривали, согревали, там и готовили всевозможные продукты. Просто я хочу сразу сказать, что сейчас люди делают или в мешочки складывают в морозильную камеру. У кого есть балкон, значит вносят на балкон. Поэтому нет проблем сейчас хранить капусту и ее, поэтому все могут ее заготавливать как в своем доме, так и в квартирах. Так что вот так на сегодняшний день у меня вот такое. Смарочку я промою и опять ее положу и поставлю груз. Забыла сказать, что капусту я сейчас буду доставать до дна и ее переворачивать. Вот это самое главное того, что я не сказала. Вот я сейчас ее достану до дна, чтобы она у меня выпустила газы и все. И снова закрою марли и поставлю снова под груз. Вот теперь на сегодня будет, пожалуй, все. Вот друзья, забыла снять, что сложила в банки и уже опустила в погреб. И вспомнила о том, что забыла вам показать, что я уже все это квашеную капусту, она у меня уже готова. Вот она стоит у меня в баночках и в подполе. Вот такая квашеная капуста у меня получилась. Так, что получается расчет из 12 килограмм капусты, 12 банок я сделала. Вот делайте, кушайте на здоровье. Вот такие, вот такая замечательная капуста. Мы ее попробовали сегодня, ее потушили. Вообще обалденно вкусно капуста получилась. Так что всего хорошего, удачи вам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Будьте здоровы.